Итак, приветствую на моем канале. Сегодня мы очень коротко поговорим про героя Тёмный Кейль. Это эпический герой класса атаки, тёмные эльфы, иметь стихию магии. Поговорим про навыки таланты, посмотрим героя в нескольких режимах и начинаем. Итак, начиная с первого навыка, это предельщик горя. Атакует врага три раза, каждый удар с вероятностью 25%. Мгновенно активирует два яда, или один яд и одно выжигание здоровья на цели. Точится на урон и точится на шанс штрафа. Итого мы имеем достаточно неплохой шанс эти все яды подорвать. И второй навык атака по всем врагам. С вероятностью 75% накладут штраф атаки, 50% на два хода. Каждый критический удар с вероятностью 75% продлевает все штрафы на цели. Точится на перезарядку, точится на урон и на шанс штрафа. Таким образом мы с большой вероятностью накладываем эти штраф атаки, которые полезны во многих режимах. Массовая штраф атаки и продление штрафа также происходит 100%. И здесь у нас действие кислоты третий навык. С вероятностью 75%, при апе 100%, накладывают на цель 3 яда 5% и слабость к яду 25% на два хода. Здесь мы уже начинаем понимать, куда он лучше будет подходить. И делириум, это пассивка, сокращает критический шанс врагов, на которых действует 2 яда или больше, на 15%. Если в команде несколько героев с таким навыком, он срабатывает только в одного из них. По механике дара я выбрал призрачное касание, шанс нанести дополнительный урон. Хотя есть и другие варианты. Можно на яд что-то взять, но я выбрал призрачное касание. Смотрите, что мы еще посмотрим по талантам. И таланты будут помогать нам продлевать эти яды, эти штрафы. И в общем-то это у нас будут боевые чары. С вероятностью 30% продлевать действие любого штрафа на ложь на тимгерло. Так, здесь мы выходили на книжечку. Это по ветке поддержки. По ветке атаки я вышел здесь на военный дел мастер. Можно здесь выйти на грозу великанов. И в общем-то здесь можно взять круговорот ярости. Это сокращение перезарядки слученного навыка. Это полезно на воинах фракций, полезно на волнах. На кланбоссе нам по сути важно только либо военный дел мастер, либо гроза великанов. Для нанесения дополнительного урона. Таким образом мы будем лучше отхиливаться. С это кражи жизни можно здесь поменять под свой вкус. Но самое главное, по-моему, это взять боевые чары и взять упорность. Это максимальное здоровье плюс 810 единиц. На кланбоссе нам потребуется выживаемость. И уже сейчас мы начинаем смотреть по параметрам героя. Это 44 тысячи здоровья. Защита прям ровно 3000. Скорость 204. Хотя можно и меньше. Критчанц 102%. Критурон здесь по стольку по скольку. И меткость 223 единицы. Напомню, критчанц нам нужен для продления штрафа. По сетам я здесь взял классику. Это краза жизни. И сетра сторопности чуть-чуть на скорость и на меткость. Знамя у нас на здоровье. Но, тем не менее, адекватную меткость взять получилось. Здесь защита с проками в меткость, в здоровье. Это все повышает нашу выживаемость. Использовать мы на кланбоссе будем этого героя. С помощью преподобной. Это будет пак через контратаку. Все будет запускаться. В помощь можно взять ниндзя со своим выжиганием. Митрала гремущая. Это щиты дополнительные яды. Для выживаемости можно взять вагота. Он дает еще, что нам из полезного. Он может сам по себе лечить. Плюс он также дает продление штрафов. Также вагот достаточно живучий. При необходимости может также давать штраф атаки. Но базово здесь нам интересен штраф паразит. И наше лечение на команду будет идти вагота. Либо, как вариант, можно еще взять скилл окрылен. Она лечит, воскрешает. Если что-то где-то не прокает, она может воскресить. И еще до 50-го хода вам поможет дожить. Что, в принципе, уже само по себе неплохо. Все герои, что я беру, они здесь будут в краже жизни. Вагот у нас будет в другом сете. Сейчас мы находим вагота и все это показываем. Вагот у нас в сете охраны. Он поглощает урон союзников. И с каждым ходом лечит на 10%. Это дополняет эту пассивку. Как по мне, вагот только в этом сете и раскрывается. Ну и чуть-чуть меткости для того, чтобы на весь вольстропотать и продлевать по возможности. Вагота нужно еще доделать ему на шансы, на перезарядки. Ну, в общем-то, это уже играбельно. И возвращаясь к темному Кейлю, здесь очень хорошие оценки, как минимум в 10 режимах. Что выгодно отличает этого героя от ледяной банши, которая была только ограниченно полезна на логове дракона и дальше резко сдувалась. Войны фракции она уже не тянула. Здесь мы имеем и владыки демонов, и логово дракона мы здесь на волнах полезны. Ну и вот, как минимум, еще несколько цитаделей. Некоторые режимы проседают, но в Гидре и в крепости Двуликова Стража, и склеп Дьявола Пустыни, это достаточно новый режим. И здесь темный Кейль также нам поможет. Есть у меня заготовленный бой на кланбосса. Сейчас мы заходим просто на кланбосса, смотрим расстановку, и бой уже будем в записи смотреть. Здесь я что-то наносил, мудрил, здесь 50 миллионов набрал. И на адском КБ нужно 39 миллионов, я взял 50. Как это у нас все происходит? Чем здесь полезна Преподобная? Смотрим, у нее аура на защиту союзников повышает выживаемость. Также есть у нее штраф атаки. Дает она бонус защиты и контратаки, но за неимением Преподобной теоретически, что вы можете сделать? Вы можете поставить Митралу Гремушу, поставить Вагота. Поставить мы можем еще взять на контратаку. Ограниченно, скажем, здесь будет применяться по возможности Череполом. Он дает штраф лечения, который на КБ, в общем-то, бесполезен. Он дает контратаку. Дает щит союзников. Ну, в общем-то, как по мне, Череполом хуже Преподобной. Это очевидно. Оно будет играть, Савагод будет продлевать. Здесь по возможности штрафы будет давать выживаемость. Ниндзя будет давать урон. Хороший урон будет давать здесь и темный КЛ. Как видим, он может подрывать и яды, и выжигание. И Митрала Гремучая дает сама по себе яды, дает нам бонус защиты, бонус атаки. Снимает все штрафы, дает усиление, дает щит. В общем-то, это все будет работать. Повышает меткость. Если Вагот где-то по меткости не добрал, мы ему поможем добрать. В любом случае, на любой стихии, эта пачка 40, 42, 43 миллиона будет набирать. Но я использую все-таки более проверенный, стабильный вариант. Это порядка 50 миллионов. Можно Вагота поменять на скиллу окрыленную. Тогда нам нужно будет по этой пачке внести некоторые коррективы. Здесь, я считаю, для преподобной Бастион Веры надо сразу по откату использовать. Темный КЛ желательно также действует кислоты. Действие кислоты это наложение штрафов и слабости к яду. И самих ядов. Все понятно, все применимо. На Войдовой стихии удается иногда набивать практически 60 миллионов по пятому КБ. Это не анкил, это классическая контратака. Итак, смотрим бой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!